Я не личный деятель, никто. Я очень волновалась. Я первый раз вижу такое количество камер. Но я знаю, что я обязана это сделать, потому что я человек. Это отличает меня от того, что происходит сейчас в России, как многие люди становятся бездушными, бесчеловечными. Это происходит на моих глазах. Происходило, слава Богу, на моих глазах в течение 20 лет. А остальные краплы, что у вас нужно до такого решения? Мы решили с Мишей, что мы просто сожжем паспорт Российской Федерации, потому что мы, это наш акт такого, скажем, протеста. Мы, это вот то, что мы можем нашей ситуации сделать и как мы можем противостоять правопутинскому режиму сейчас. Вы собираетесь в Украине жить дальше? Я очень хочу жить в Украине. Я чувствую себя украинкой. Моя мама, она хотела, чтобы я была украинкой. Она готовила вареники с картошкой. Мы жили в Литве. И я в свое время поняла, что, вот, возвращаясь, постоянно живя в Литве, я понимала, что, да, мне очень хорошо было в Литве, но я сейчас понимаю, что я нахожусь в Украине на своей родине. Я это понимаю. Это для меня, вот, ну, открытие. Вот так. Документы на изготовление украинского паспорта уже подали? Я обращалась в иммиграционные службы. Иммиграционные службы, ну, сдержанные. Они говорят, что нужно вот еще такие документы, такие собрать. Сибортиры я тоже обращаюсь. Ну, потихонечку как-то процесс двигается. Мы собираемся сейчас. Сейчас, власне, будет происходить процесс спаления паспорта. Нагадую, это пани и мужчины, но они спаливают свои паспорты. Кузнецов Михаил, коренной петербуржец. Я в этот день хочу публично обратиться к тем, кто меня слышит. Я отказываюсь от российского гражданства. Я многие годы подвергался преследованию со стороны российских спецслужб за свои политические взгляды. Не боитесь того, что вы публично сжигаете паспорт Российской Федерации? Да, конечно. Нет, не боюсь. Во-первых, я не собираюсь возвращаться в Россию. Если меня стоят на Украине, это хорошо. Если нет, мне придется ехать дальше, на Запад. Ну, а бояться? А чего бояться? Там все равно, если бы я остался, меня бы ждал гораздо худший конец. Почему вас преследовали? Из-за моих политических взглядов и из-за некоторых политических взглядов моих родственников. А какие политические взгляды? Превращение России в цивилизованное государство, борьба против любой попытки возрождения диктатуры. Что сейчас и происходит. Там уже даже не возрождение, там уже диктатура. Давайте для наших зрителей. Вы против режима, который сейчас есть в России, из-за этого вас преследовали? Да, совершенно верно. Из-за этого вы переехали в Украину и решили сжечь свой российский паспорт? Совершенно верно. Собираетесь постоянно жить в Украине? Если удастся, да. Именно во Львове? Именно во Львове я сюда специально ехал. Почему Львов? Ну, во-первых, это Западная Украина, здесь как бы больше будут понимать такие взгляды. Во-вторых, мне нравится очень красивый город. Спасибо, Михаил. Спасибо. А сейчас давайте покажем властный процесс. Посмотрим. Ой, Мира, ты его уже забрала. Все. Сейчас мы покажем. Погано сонце, погано видно. Петербург намагается спаливать свои российские паспорты. Я нагадую, что в центре Львова подружжя з Петербурга зараз палить свои паспорти громадян Російської Федерації. Вони мають намір переїхати до України, власне, до Львову. Человек цієї пані нам повідомив кілька хвилин тому, що його переслідували за його політичні погляди. Тому вони переїхали до України і планують жити у Львові. Документів українських вони ще не мають. Ще раз прошу вибачення за якість. Дуже резюче сонце. Дуже погано видно. Человек запропонував дружині старшу їх порвати, щоб було зручніше їх спалити. Я його не заставляю. Ще раз. Друге, моя совість. Це перва-наперва? Я надеюсь, буде добре горіти. Паспорти сначала взрывали, выделили вашу речку, они начали все, и... ЗМИ приветствовали спаление паспортов аплодисментами, не только ЗМИ, но и люди, которые проходили мимо и долучилися. Вот мы бачим, как ведерко горят, паспорти громадян Російської Федерації, ось цего подружжя из Петербурга, из Росии. Паня сказала, что после спаления паспорта, я почула полегшение. Настя Дайнот из Львова с нами на связи. Настя, спасибо большое. Да, мы слышим, сжигали российский паспорт, мы слышим аплодисменты, мы аплодировать не будем, поскольку, ну, чего тут аплодировать. Мы осуждали сожжение паспорта Украины, мы видели, да, видео в Крыму, когда получали. Поэтому в данном случае я тоже, как бы, подобная акция, ну, это мое личное мнение, подобные акции протеста я не поддерживаю. Вот, есть другие способы выражения своего мнения. Мы продолжим, хотя каждый имеет, наверное, право прожить свою мысль. Абсолютно точно. Как вам хочется. Продолжим, перенесемся в Министерство регионального развития.